Российские железные дороги приняли участие в международном салоне «Комплексная безопасность-2024» в подмосковном парке «Патриот». Здесь ежегодно демонстрируют новейшие разработки и образцы техники, которые стоят на страже безопасности и помогают во время спасательных операций. Железнодорожники продемонстрировали новый пожарный поезд, который может бороться с самыми сложными возгораниями. Слово Жанне Мясниковой. 310 пожарных поездов несут свою вахту от Калининграда до Владивостока. Такие цифры озвучил глава РЖД Олег Белозеров на открытии 15-го международного салона «Комплексная безопасность». Холдинг и МЧС сотрудничают достаточно давно. Железнодорожники приходят на помощь спасателям по первому запросу. И зачастую бывает, что чрезвычайная ситуация возникает на объектах или инфраструктуре, никак не связанной с магистралями. Но для железнодорожников нет чужой беды. У российских железных дорог налажено прочное взаимодействие с МЧС России, в том числе с использованием наших информационных систем. Геоинформационной системы РЖД, сервисов информационной поддержки органов управления РЖД по ликвидации ЧС, информационная система «Атлас опасностей и рисков». Это позволяет оперативно принимать управленческие решения, рассчитывать силы и средства. Только в прошлом году РЖД и МЧС провели более 600 совместных мероприятий по предупреждению и ликвидации различных аварий. В условиях, когда все время возникают новые риски, необходимо постоянно совершенствовать подходы к устранению чрезвычайных ситуаций и их возможных последствий. С 2022 года пожарные поезда комплектуются новым подвижным составом. Он изготовлен по отечественным инновационным разработкам. Контейнер оказался самой приемлемой базой для размещения инновационного оборудования для тушения пожаров. Именно его продемонстрировали железнодорожники в рамках международного салона «Комплексная безопасность-2024». Этот автономный пожарный модуль контейнерного типа существенно отличается от своих мировых аналогов с самой высокой скоростью пожаротушения. Это 20 квадратных метров в секунду. Причем специальная формула пена способна погасить пылающие сжиженные природные углеводородные газы, нефтепродукты и даже ракетное топливо. Отличительной особенностью автономных пожарных модулей контейнерного типа, как один, так и два, один размещенный в 40 футовом, другой в 20 футовом, состоит в том, что впервые в мировой практике на этих комплексах размещены системы получения так называемой гибридной пены. Гибридная пена сегодня – это патент российский, патент наше, с опыта, научно-производственное объединение современной пожарной технологии. И именно с помощью этого изобретения данные устройства могут обеспечить быстрое тушение. РЖД во всех сферах всегда берут на вооружение самые передовые технологии. Пожаротушение – не исключение. Эмоционные установки, они имеют в своем арсенале один очень важный элемент, которого не было раньше – это быстро твердеющая пена. И в связи с тем, что это быстро твердеющая пена имеет эффект обволакивающий, можно тушить любые виды пожаров, включая с горючими материалами. По легенде, произошло возгорание сначала в пассажирском вагоне, а затем в грузовом. Спасатели справились с задачей за считанные минуты. Но и в реальных ситуациях железнодорожные пожарные действуют стремительно, даже несмотря на интенсивное движение на магистралях. От момента подачи приказа до выезда пожарного польза на главный путь не должно пройти более 25 минут. Эти характеристики незначительные степени меняются. Производится разведка и принимается решение о подаче магистральной рукавной линии и, соответственно, в зависимости от того, какой объект мы тушим, подача стволов. Все это зависит от того, как события развиваются на пожаре. Но это занимает не более 5-6 минут. Несмотря на оперативность пожарной службы и инновационное оснащение, лучше все же соблюдать правила обращения с огнем. Особенно сейчас, когда самый пожароопасный сезон в разгаре. Жанна Мясникова, Виктор Копров, РЖДТВ, Парк Патриот, Московская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова